вот купил очередной товар в ситилинге спринт система балу home city заказывал установку тоже в ситилинге мне понравилось все неплохо установили сделали пришли через пару дней вот это внешний блок внутренний сейчас покажу наружный значит вот выходная трубка значит это трубки вместе с этим это вот сам внешний блок все устанавливали на окошках все кошки неплохие но с той стороны я не смогу показать вот внешний блок это 9 этаж был установлен давайте посмотрим саму функцию вот некоторые там пишут что вот непонятно как управляется значит вот на пульту нажимаем центральную кнопку on off вот при первом нажатии у нас появляется индикатор 20 с левой стороны он включен и спираль это компрессор вот с этой стороны компрессор но не очень хорошо видно так как у нас на пульту вот смотрите функцию пульта здесь немножко объясню так как у нас на пульту была сейчас я пакетик сниму в комплекте кстати ну понятно коробка была вот инструкция подробнейшая инструкция по установке самой спринт-системы и здесь немножко написано конечно руководстве как пультом пользуется но немножко непонятно я разбирался вот смотрите вот так охлаждение 20 градусов да ну понятно значит вверх это изменяешь градусы вверх вниз здесь скорость вращения вентилятора вот а это автомат еще раз нажали высокая скорость еще раз нажали средняя скорость медленная скорость это режим изменения функцию вот был охлаждение нажали еще раз это осушение видите капельки дальше это просто вентиляция это нагрев также у нагрева можно поменять температуру данного этого он немножко думает долго с нагревом потому что ему нужно естественно компрессору функцию эту данную продлить так дальше вот смотрите есть режим sleep это ночной режим вот нажимаете вот появляется такая полумесяц это он в тихом режиме начинает работать нажимаем еще раз отключает тихий режим супер это он начинает интенсивно охлаждать максимальном режиме насколько ему это позволено здесь вот эта данная функция вот она появляется интенсивный режим охлаждения дальше нажали еще раз пропала эта функция самая большая кнопка это кнопка автоматический режим нажали вот здесь появилась такой глазик и автомат то есть он сама сушит охладит нагреет если ну вы не хотите так сказать мучить и так далее так теперь вот смотрите есть вот это вверх это вниз вот смотрите нажимаем вот эту функцию вот и естественно начинает он у нас ходить в автоматическом режиме то есть видите да естественно если мы нажмем еще раз вот он у нас останавливается теперь я хочу показать вот еще одна такая функция здесь есть кто-то тоже говорил это вот видите полозья они туда-сюда ходят вот смотрите сейчас посмотрим должно у нас вот видите да вот эти вот ребрышки они ходят туда-сюда вот это внутри ходят вот эти видите ребра вы влево вправо влево вправо в случае такая функция здесь есть у данного кондиционера и вот можно нажать путем нажатия еще раз вот на эту кнопку вот на эту вот нажимаете естественно он останавливается нажимаете вот на эту он начинает ходить вот этот вертикально это горизонтально там это вертикально дальше есть такая функция у него на пульте айфри вот данная функция что значит если мы ее нажимаем то вот она у меня включена вот этот значок такой квадратик то датчик датчик находится на данном кондиционере и он будет мерить температуру в данном кондиционере когда мы нажимаем еще раз айфри мы отказываемся от этой функции вот ведь и здесь есть тоже термометр и вот этот термометр будет передавать данные на пульте то есть он будет температуру данной до температуру вот который вот около этого пульта то есть вы если вы положите около себя пульт то он вот видите 23 градуса вот он показывает температуру около этого пульта и он будет охлаждать уже около вас. Если вы не хотите около вас, опять нажимаете iFree, и он передаёт данные туда, то есть на том датчике будет. Вот эта функция. Дальше. Дюнер, это нажимаете, и вот у вас пропадает, вот смотрите, вот видите, горит, нажимаю, и вот эта индикация пропадает у вас. Ещё раз нажимаю. Вот, индикация появилась. Данного, этого. Здесь также можно задавать, вот видите, 1454, это часы. Вот, держите вот эту Time On Clock, где-то секунд 10-15, и можете установить вниз-вверх желаемое время, которое на данный момент это часы, так сказать. Нажмёте Time On один раз, с левой стороны загорится вот здесь нажимаете. Вот, это когда вы хотите включить кондиционер. Тоже так же устанавливать. Нажали, вот он 12, у вас там включится и отключится. Ещё раз нажали, убирается эта функция. Вот это часы. Time Off, ну понятно. Нажали, задали время, ещё раз нажали, Off, это он отключится, то есть режим отключения. Ну, в принципе, по пульту управление очень-очень простое. Функцию, вот я особенно сказал, что и влево, и вниз, и вверх работают, это автоматический режим. Время устанавливали тоже. Вот, надо будет кнопочку просто подольше держать. Кондиционер девятка. Обогрев тоже неплохой идёт. Вот я здесь поставил режим автомат. Сейчас мы... А, я вот от автомата отказался, да. Вот, в данном случае вот показывает, что он, видите, 24 градуса. Вот я изменяю температуру. 23, 22. Это охлаждение. Ну, охлаждение сейчас на данный момент. Вентилятор работает в режиме автомат. Управление очень простое. Функции вот эти вот некоторые непонятные. Они просто не прорисованы в данном кондиционере. Но про пульт я вам полностью рассказал все его функции. Шторки работают и влево, и вправо, и вниз, и вверх. Нажимаем на кондиционер ещё раз. Он отключается. Ну, и через, естественно, не сразу, через некоторые время он уже сам выходит. Это я там, не смотрите, это я сам там запенил пену побольше. Потом её обрежу. Это ребята там сделали аккуратно. А это я потом больше... Всё, длина провода полтора метра. Вот он останавливается. И сейчас он сам полностью закрывает шторку. Ну, стандартно. Вот. Всё. И выходит в стандартный режим. Гарантия 3 года на него была. Всё. Спасибо за внимание.